Огромное благословение, что у нас есть и братья, и сестры, потому что мы дополняем друг друга в нашей команде. Мы помогаем друг другу в нашей команде. И мы так призваны к этому, не конкурировать. И то же самое и в обществе происходит. Не чтобы мы что-то друг другу доказывали, как сегодня происходит, как будто нужно доказать, что женщины плохие, а мужчины хорошие. Или наоборот, мужчины плохие власть захватили, а женщины хорошие. Нет. И Священное Писание никого не унижает, показывая разные роли. Конечно, там есть разные религии, где есть дискриминация женщин, когда молятся, о, Господи, спасибо Тебе, что Ты создал меня не женщиной. Вот молитва мужчин. Ну, как-то странноватая молитва. Или, как я познакомился с представителями восточных некоторых религий, которые вообще считают, они верят же в реинкарнацию, и они говорят, если женщина будет себя хорошо вести в этой жизни, то в следующей жизни она переродится мужчиной. И если она две жизни будет жить себя как хороший мужчина, две жизни проживет хороший, вот тогда она пойдет в духовный мир, на благословенные духовные планеты. Вот так верят. Ну, тоже опять какая-то, чтобы они не говорили, есть некая дискриминация. Но в Священном Писании этого нет. Это разные роли, разные функции у нас. Но, тем не менее, самое главное, мы в этом едины и равны перед Богом в наших сердцах, в нашем хождении перед Господом. Именно об этом пишет апостол Павел, если мы откроем послание к Галатам, третью главу, 27-й стих. Знаменитые слова, которые во многом опередили то время. Во многом опередили время, потому что в то время в Иудее, ну, прямо скажем, все было несколько иначе. Да не только в Иудее, в греко-римском мире все было иначе. Там так особо женщин не жаловали. И поэтому многие вещи, которые мы читаем в Священном Писании, может быть, сегодня мы как-то их воспринимаем обычно, но это совершенно необычно было вот для того времени. Это совершенно необычно было для того мира, дорогие. Необычно это было для того мира. Когда Иисус пришел в дом, помните, к Марфе и Марии, то традиционно было, что женщины там занимаются на кухне, в своей женской части, там они все готовят, все обслуживают, а духовными вопросами занимаются. Мужчины занимаются. Это не женское, не бабье дело духовное, вопросы. И вдруг Мария пришла к ногам Иисуса, и вместо того, чтобы там шебуршить на кухне, сидела и слушала Его. Это был просто разрыв шаблонов. Не случайно Марфа задала совершенно естественный вопрос для того времени, она говорила, Иисус, ты что? Это Мария, она должна со всеми нами там, а не сидеть тут слушать. На что Иисус ответил, она избрала какую часть? Благую часть. Он показал, что женщины, они точно так же призваны участвовать в духовной жизни, как и мужчины, а не только их там принеси, унеси, приготовь, как некий такой обслуживающий персонаж. Это было необычно для того времени. И поэтому апостол Павел, один из величайших последователей нашего Господа Иисуса Христа, он выразил это в этих словах. Галатам 3 глава, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». То есть говоря о духовной жизни, говоря о спасении, говоря о взаимоотношении с Господом, все мы одинаковые души против Его лицом. И тут уже нету национальности. Да, национальность, она в этом физическом мире остается. Павел не говорил, что теперь все нету. Нет, это остается. И национальные какие-то особенности, они влияют на нас, безусловно влияют на нас, на наш характер влияет. Точно так же, после того, как мы уверовали во Христа, женщины остаются женщинами, а мужчины – мужчинами. Мы не превращаемся в какой-то средний род, правда же? Мы остаемся со своими особенностями, со своими гендерными особенностями, со своими национальными особенностями, со своими социальными особенностями. Но, если говорить во Христе Иисусе о наших сердцах, о нашем духе, то здесь всем мы одно. И нет ни у кого преимущества. И от того, как мы исполним наше призвание на земле, от того, как мы совершим нашу миссию, как мы исполним ту роль земную, которая на нас возложена, зависит наш вход в Царство Божье. То есть не гендерные особенности там на нас влияют, попадем, не попадем, сколько раз попадем, сколько раз там переродимся или еще чего-то там, как некоторые учат, а от того, насколько, дорогие, мы были открыты для воли Божьей, насколько мы стремились служить Ему, насколько мы стремимся исполнить Его призвание. Продолжение следует...